Активный предприниматель И запущена видеотрансляция на нашем канале в YouTube, где вы также для наших гостей можете оставлять ваши вопросы, которые мы непременно озвучиваем в прямом эфире А за самый интересный вопрос по мнению гостя в подарок Что касается предложений по гостям, не забывайте про телеграм-канал Активный предприниматель Прямо сейчас надо в поиске набрать, а то вдруг забудут Сегодня целый час у нас есть на разговор с нашей гостьей Натальей Горячей, руководитель консалтинговой компании, основатель Делаем бизнес вместе В гостях у Серебряного Дождя, Наталья, здравствуйте Добрый вечер Еще у Натальи очень замечательный канал, МСП Живи тоже можно набрать Очень много годностей выходит ежедневно Наталья, у нас, как правило, разговор начинается с такой, знаете, вариации визитной карточки от гостя Чтобы наши слушатели в двух словах понимали вообще профиль вашей деятельности Я с 97-го года занимаюсь предпринимательством И практически все это время занималась только тем, что вела бухгалтерский учет, налоговый учет А в какой-то момент времени решила, что нет ничего лучше для привлечения новых клиентов Чем рассказывать о том, сколько всего интересного наше правительство, Госдума и прочие всякие разные федеральные органы исполнительной власти для нас делают То есть это как бы основываясь на собственном опыте, библиотека полезных знаний для предпринимателей Я просто, да, я решила пойти своим путем, да, и вместо того, чтобы рекламируют так, как рекламируют себя все И я пошла другим путем Хочется сразу спросить, какое количество томов сейчас эта библиотека насчитывает Сложно сказать, я однажды как-то в ныне признанной экстремистской социальной сети посчитала, сколько у меня там было публикаций Но это было лет пять, наверное, назад, там было много десятков тысяч Потому что с 2013 года, как я начала вести там бизнес-страницу, выходило минимум три публикации в день Ну, это просто рекомендательные технологии той социальной сети, запрещенной или экстремистской Ну, неважно Запрещенной, экстремистской, да Вот, и там было минимум три публикации в день А в 2020 году, когда началась пандемия, там получилось так, что, ну, это просто был какой-то нескончаемый поток Принтер был заряжен основательно И вот постановление выходит, я разбираю, выкладываю, постановление вышло, выкладываю, приказ вышел, выкладываю указы, приказы, постановления, закона, законопроекта Это все вот просто вот каким-то нескончаемым потоком лилось и продолжает литься Еще раз напомню, плюс 7903-797-6333, наши слушатели сразу начинают разговор, что раз, Господи, святая женщина Это я передаю Наталье, за что купили Здесь вопрос, наверное, такого характера возникает Вы же какое-то время активно участвовали еще в общественной деятельности Вот, что сподвигло пойти в ту сторону? В 2019, по-моему, году один из моих читателей неоднократно ко мне на кривой, косой, на разных лошадях ко мне подъезжал С вопросом, а не пойдешь ли ты со мной туда, куда я регулярно хожу Не помню, куда он меня первый раз позвал Ну, в общем, я пошла Потом уже этот процесс тоже нельзя было остановить Меня внесли во всевозможные советы Я стала соавтором нескольких мер на тот момент реальной поддержки Связанной с вот этими ковидными ограничениями То есть из 19, по-моему, пунктов, которые я написала в списке первоочередных мер Которые надо предпринять для спасения утопающего МСП В период вот этих ковидных каникул за счет работы дателя 14 были приняты Ну, там, как всегда, с нюансами, с оговорочками, с исключениями, подключениями всем остальным Но, в общем, в целом, в один прекрасный момент мне позвонили и сказали Ты знаешь, что там все хорошо? То есть не напрасно? Ну, ладно, хорошо Не напрасно так не напрасно, ладно Не могу сказать, что я поверила в чудо, что можно с этим что-то сделать Но... Люблю я фильм Пролетая над гнездом кукушки Его еще не включили Нет, пока можем ссылаться Можем Вот Ну, и у меня появился тогда как раз хэштег Я хотя бы попробовал Поэтому получилось В некоторых местах получалось неплохо Но в основном получалось поругаться Причем сильно Со всеми вытекающими потом последствиями Ну, в том смысле, что я вышла оттуда Отовсюду Да, поняли, что бесполезно что-то менять? Да я не знаю Наверное, это как-то не совсем полно отражает мое ощущение Тогда, когда я приняла это решение Там было намного все глубже И... Ну, вот есть люди, с которыми вы хотите сидеть рядом А есть люди, с которыми вы не хотите сидеть рядом Ну, я приняла решение, что я лучше буду сидеть с теми людьми С которыми мне приятно сидеть Дышать одним воздухом Разделять стол Пить кофе с ними И все остальное Наши слушатели интересуются Друзья, я еще раз напомню Ватсап, кстати говоря, не только Ватсап, но и Телеграм Все по тому же номеру Куда вы можете отправлять ваши вопросы Плюс 7903-797-6333 Если человек столкнулся Во время работы с какой бы то ни было проблемой Вы можете помочь ему разобрать его кейс Или вы пишете о том, что интересует в первую очередь вас Проблема Обращаются вообще с такими просьбами? Наталья, помогите Ну, обращаются в основном с просьбами Связанными с какими-то хитрыми Либо запросами со стороны налогового органа, например Либо проконсультировать по какому-то сложному вопросу Непонятно, включать в расходы, не включать в расходы Что-то вот из этой серии Очень много запросов по поводу того, что Вот у меня есть группа компаний И мне кажется, что я дроблюсь А расскажите мне, я правда дроблюсь? Или это мне только кажется? И таких запросов все больше Потому что судебная практика показывает, что Именно туда пошла налоговая инспекция То есть по НДС вопросы все решили Вот, сейчас активно занимаются вопросами Связанными с переквалификацией отношений с самозанятыми в трудовые И дроблениями Вот, ну это такая узкая бизнесовая исключительная тема Собственно говоря, вот в основном запросы именно такие И меня, в принципе, из всего того, о чем я пишу Меня мало что волнует Вот, ввиду того, что ни одна мера поддержки Которая была реализована ни в ковидное время, ни сейчас Меня не коснулась Это все мимо меня прошло Вот И те законы, которые сейчас, например, принимаются Они ко мне относятся Ко мне как к личности больше Не как к бизнесу Поэтому меня это трогает Поэтому я об этом пишу Что касается вот чисто бизнесовых там каких-то документов Да, из нормативной практики нашего государства Ну, они меня, в общем-то Они меня не трогают Но ввиду того, что я умею быстро разобраться в том, что там написано И перевести это на человеческий язык Я этим занимаюсь Мне это нравится Я это делаю, как мне кажется, с любовью достаточной Поэтому я продолжаю это делать Видеотрансляция, друзья, не забывайте На канале Серебряного Дождя в YouTube Вы тоже можете отправлять туда ваши комментарии и вопросы Нам пишут С нашими чиновниками не соскучишься Все время новые законы И главное, как-то все против человека Пожалуйста Так здесь вопрос Как успевать следить за всем этим Ну, потому что я периодически читаю Что Наталья разбирает в канале Это действительно простым языком Потому что пока ты разберешься в хитромудростях И это очень тяжело Мне очень понравилось Как-то у вас пост был, да Про налоговый кодекс и войну и мир Вот По количеству страниц И там, и там И здесь Ах, вот на кого ты ссылаешься Я поняла Наталья, спасибо вам Да, за такое сравнение Вот Здесь же как раз вопрос Как успевать за всем следить Потому что вы четко очень сказали Что, да, есть это лично вам нравится И хочется это делать А есть вот бизнес, да И вот здесь, когда лично хочется Это же много времени отнимать Нет Возьмем любой судебный акт Например, разбираю я Историю борьбы за свои деньги Какого-нибудь там Юридического лица В части обвинения Его в дроблении Есть Три, например, решения суда Первая инстанция Апелляция-кассация Я беру сразу касацию Она, как правило, там От 4 где-то до 12 листов максимум Она всегда состоит Из нескольких частей Я по диагонали просматриваю То, что мне не интересно Я сразу выхватываю Прям вот взглядом Что нужно именно предпринимателю В контексте выводов Которые ему нужно сделать Все, 20 минут И у меня разбор готов 20 минут Поэтому, мне кажется Что возьмите любого предпринимателя В своей отрасли Он будет мастером Непосредственно в том Чем он занимается А другие люди Им будет казаться Что, ну вот Я сейчас открою капот В своей машине И я же тоже туда посмотрю Брови подниму Вот повежу Может быть даже местами Потому что там очень чисто И много проводочков И закрою капот А человек, который в этом Хорошо разбирается Он мне может даже Что-нибудь там интересное Ну, как он думает рассказать И то, что он сделает Там за 5 минут Я буду долго искать Ну, здесь то же самое Ну, то есть вопрос Насмотренности Вопрос насмотренности Ну, когда я начала Активно читать Где-то году в 2002 Наверное Когда поняла Что процесс пошел На узаконивание Всего того Что не было узаконено В начале 90-х В середине 90-х И начала С самих первоисточников То есть я читала Все первоисточники И Конституцию И Гражданский кодекс Уголовный кодекс Налоговый кодекс Ну, по сути Все эти 19, по-моему Документов Про которые я недавно Написала в Телеграм-канале Которые надо знать Предпринимать Я начала с них Потому что Рассказывать о том Что там написано Нельзя, если ты сама Их не прочтешь Я их прочитала Потом прочитала Комментарии Потом я поняла Что комментариев мало Потом одновременно с этим Пошли просто Вот Нескачаемым потоком Письма Разъясняющие Ту или иную норму Ну, все Теперь Ну, пришел закон какой-нибудь Ну, я за полчаса Его разберу И это не так много времени У меня занимает Ну, читая выжимки Мне кажется Это нужно потратить Огромное количество времени Чтобы прочитать сначала Это нужно сначала Да Это надо там Лет 5, наверное 6 Много читать Читать непрерывно Да, этого всего Непрерывно Вот иду Не по диагонали Не там Прерываясь А вот прям вот Села и читаешь Я поначалу читала По 3-4 часа в день Пока сотрудники занимались Своими делами Я 3-4 часа в день читала Сейчас уже у меня нет Такой задачи Есть некоторые законопроекты Которые я Я уже Вот я только открыла Пояснительную записку Я уже понимаю Про что они будут Наши слушатели спрашивают Где читать Наталью В каких сетях Друзья По телеграмм Телеграмм канал Телеграмм канал МСП Живи Наталья Горячая Основной телеграмм канал МСП Живи Можно найти Либо по Наталье Горячей Есть в Яндекс.Дзен Там я разбираю Только судебную практику Там выходит Один-два раза в день Публикации И в запрещенной сети Я по-прежнему Там пишу Потому что Я не могу бросить Это детище У меня там было Там Ну перед тем Как его Признали запрещенным Признали, да Экстремистским У меня была аудитория Там около 250 тысяч Вот Это и предприниматели И сочувствующие И начинающие И чиновники И Вот здесь вопрос У меня как раз Следующий был Чиновники Вы же делаете Крутые разборы И по факту Это можно использовать Как Ну может быть Некие подсказки Что можно поправить Чтобы предпринимателям Ужилось легче Здесь Кто будет это делать? Да Два вопроса Не услышала я Ответ на это За вами следят И принимают ли Это к действию Или прилетают ли Какие-то угрозы Может быть Такие разборы Нет Угроз не было Ну я же разбираю закон Ну вот вышел он закон Который собственно Они же и написали Я просто немножко Слова другие поставила И вот эти вот Причастные Депричастные обороты Повторяющиеся слова Убрала Чуть-чуть подсократила Потому что Много-много лет назад Мне кто-то из клиентов Психологов Сказал что Мужчины Простите Никого не хочу обидеть Но мужчины Они любят короткие фразы И если ты по-толстовски Будешь ему там Длинно объяснять Что ты от него хочешь Или что ты хочешь До него донести То он заснет Где-то там Ближе к середине В голове все равно Первые два слова Останутся Да Может быть Иногда и последнее Вот Поэтому кто Кто там На меня может Зуб точить Я не знаю Ну разобрала я Закон об иноагентах Ну положила я его В телеграм-канал Или там еще куда-нибудь Выложила изменения К налоговым кодексу На трехсотах листах Сделала из него Выжимку На один пост В телеграм-канале Выложила И первый источник Приложила Ну кому не нравится Моя выжимка Пошел Почитал первый источник Какие проблемы Читать все умеют Для усложнения жизни Есть парламентская газета Это называется Плюс 7903 7976333 Вопрос от наших слушателей Состоящий из двух частях Вопрос Информация Которую вы разбираете Остается ли в голове И вы ее постоянно там держите Или считаете Что ваша задача Разъяснить и забыть И можете ли вы Стать консультантом В спорной ситуации Забыть мне кажется Это невозможно Ну как-то еще оперативную память Освобождает Ну да Там как получается В памяти есть Ну такие ячейки И они где-то там Залипают Западают Выпадают Прилипают Или еще что-то То есть Ну я могу Вот так вот спонтанно Если мне сказать Там А вот у меня есть Такой-то вопрос По налогообложению Скажи как правильно Я могу и не ответить Вот Или пошлю Например Кому-нибудь Из своей команды Вот Напишите вопрос Я отправлю И кто-то ответит Либо я отвечу Там Могу ответить В течение дня Могу ответить В течение недели Но обычно Все-таки Ко мне На такие Ко мне С такими вопросами Ну Не обращаются Потому что Я же все-таки Не закон О бухгалтерском учете Разбираю Или например Конкретные Какие-то случаи Налогобложения Каких-то конкретных Операций Практически Этого нет Я в основном Разбираю Все-таки Судебную практику И рассказываю О том Какие выводы Можно было бы сделать Разбираю Законы Указы Приказы Проекты Законов Проекты указов Постановлений И так далее И тому подобное Сказать Что я помню Все Нет Я так не скажу И я не стесняюсь Того Что я Не все помню А зачем Ну Я же тоже С двумя ногами С руками С той же самой головой У меня Все тоже Как у всех Здесь вы говорили Ну и хэштег Очень интересный МСП живи У нас же есть Целый у нас проект И Его же задача Чтоб доля МСП Была 40% Где? ВВП страны ВВП Его там нет Этого показателя Ну до 40% Это было Сейчас нет А убрали Да Вот чтобы вы Не достигаем видимо Там 20 сколько Один по-моему Или 20 Просто нет Да А что бы вы сделали Может быть Или исправили Чтобы этот показатель достичь И это реально ли? Господи За что у меня такой вопрос? Это Тимуша Это был к тебе вопрос Из разряда МСП живи Слушайте я Ну не знаю Наталья Ну в конце концов Вот все Взять Отменить И заново Начать писать новые законы Для того чтобы Все начало работать У меня встречный вопрос А кто писать-то будет? Тимуша Он к тебе вопрос Ты его задал Я хочу понять Какие сейчас Ключевые барьеры Что можно поправить Для того чтобы Ну МСП жил Да условно Потому что действительно С одной стороны Огромное количество Мер поддержки Их там Несколько сотен уже С другой стороны Куча ограничений И барьеров И реестров И всего остального Да То есть Ну у меня ощущение Что сверху вышло Два указания Одно поддержать МСП Другое собрать налоги Вот да И получается Вот этот конфликт Операции возникает А это разные ведомства И разные действия А ты знаешь Как у наших слушателей Те которые являются Предпринимателями Истерических смех Вызывает новость О запрете мораториев Моратория точнее На проверке Где? Где? Через одного пишут Что никакого моратория Всех все проверяют Ну потому что У нас документы С исключениями У нас У нас как в СМИ Опять же Никого не хочу обидеть Всегда Есть заголовок В России объявили мораторий На Далее по тексту А никто же В отличие от меня Не будет ковырять Какие там есть исключения Либо там Таз например Поковыряет Там каратенечко Вот А вот глубину Глубин Уже не будут ковырять И как это все Откликнется дальше Тоже непонятно Поэтому Заголовки наши Все Поэтому Мораторий Да Объявили Там Не знаю Проверки Там Количество проверок Например Да Сказали сократить Ну и что А на практике Да какая разница Что на практике У нас же предприниматели Они Представлены В четырех Объединениях Которые Которые Ой ладно Не буду Можно корректно Я не знаю Как корректно Не буду Наш слушатель Предприниматель Пишет Я готов ответить На все эти вопросы Правда я боюсь Что да Ага Вот 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 Так Еще раз напомню Плюс 7 903 797 6333 Наш слушатель Пишет Что Наталья Горячая Практически готовая Адвокат По гражданским делам И кстати Напоминаю Это вы не ответили Готовы ли вы И можете ли вы Быть консультантом В спорной ситуации Я только не очень понимаю В суде имеется ввиду Что ли Не знаю Смотри какая спорная ситуация Я прошу нашего слушателя Подробности У нас У нас У нас есть налоговые адвокаты У нас есть юристы У нас есть бухгалтеры У нас есть служба Внутреннего контроля Кстати Вся команда Внимательно Нас сейчас слушает Привет Большой команде Наталье Тут еще спрашивают Можно ли ссылку На телеграм-канал МСП Живи Да Только хэштег Надо сначала поставить Впереди Наталья Горячая МСП Живи Вот у меня вопрос Как МСП Живи Что же такого сделать Чтобы он не выживал Слушайте Ну нет С чего вы решили Что есть какая-то волшебная таблетка Все хотят волшебную таблетку Ну нет ее Ну нет ее взять Негде ее взять Не по одному из случаев Которые мы обычно Которые у нас чешутся Да Как бы нам что поменять И чтобы быстро все поехало Ну нет такой волшебной таблетки А если разбирать по кусочкам То Ну сейчас это Нет Сейчас это не продолго Сейчас это просто Не надо этого просто А происходит ли Трансформация системы Улучшения Жизни МСП По вашему По наблюдениям Того что происходит Ну давайте я отвечу Просто цифры У нас государство Очень любит цифры выдавать Да Там сколько МСП поддержали Сколько субъектов МСП Там В реестре Или там еще где-нибудь Больше 120 налогов Неналоговых обязанностей Достаточно Мне кажется Я ответила на ваш вопрос Больше 120 штук Сауты Квотирование одного Квотирование другого Всякие разные отчеты По трудовому кодексу Вообще в принципе Вот все что связано С наймом сотрудников Это вообще просто Слов нет Одни буквы Слова из трех букв Не знаю Наверное уже Из одной Наверное уже давно Так у нас здесь пошли Вопросы по совершенно Конкретным Кейсам Друзья давайте Мы с вами сделаем Так Вы накидайте пожалуйста Еще раз напомню Пользоваться для вопросов Можно не только Ватсапом Но и телеграм-каналом Телегой собственно По номеру Плюс 7903 7976333 Видеотрансляция На нашем канале В ютубе Телеграм-канал Активный предприниматель Друзья Пишите комментарии Какие темы интересны Или каких гостей Хотели бы вы видеть Мы будем приглашать Ну и собственно Да О проблемах Также чтобы разбирать Конкретные ваши Случаи в эфире Оставайтесь под серебряным дождем В гостях У нас до конца Этого часа Наталья Горячая Руководитель консалтинговой Компании Основатель Делаем бизнес Вместе Хэштег МСП Живи Телеграм-канал Ищите в телеграме И напоминаю Если вы только что К нам присоединились И поняли что пропустили Первую часть разговора Через пару дней Эфир этот появится На странице Серебряного дождя В Дзене Мы продолжим Через несколько минут Активный предприниматель Друзья Программа Активный предприниматель Илья Тимошин Дарья Гордеева До конца этого часа У нас в гостях Наталья Горячая Руководитель консалтинговой Компании Основатель Делаем бизнес Вместе Еще раз отправляю У вас Телеграм-канал МСП Живи Через хэштег Наталья Правильно я помню Вам сразу пишут Команда МСП Живи Благодарить За привет Наталья Николаевна Вы супер Мы с вами Передаю Ну и как я и обещала Книга Наталье книга В подарок Хохот шамана Очень Интересно И актуально Сразу Такое что добавить Вопросы от наших слушателей Друзья Еще раз напоминаю Ватсап Плюс 7903 7976333 Так Наболевший вопрос Про легальный способ Работать кальяном Есть какой-нибудь кейс И к вам ли это Наталья Нет Не по адресу Так Тогда следующий Торговые сборы Как с ним бороться Можно ли прийти Или спицаться Куда Как с вами По этому вопросу Еще раз МСП Живи Вот торговые сборы Как с ним бороться Не торговать в розницу И все Либо Собираться Группа товарищей Собирается Пишет Письмо На имя Ну начать Наверное Надо с Минэка Чтобы он поддержал Потом пойти с этим Письмом В Минфин Потом В аппарат президента Причем В этом письме Надо написать Не просто Мы хотим Отменить торговый сбор Потому что Мы хотим Отменить торговый сбор Но взамен Мы вам Что-нибудь Пообещаем Вот Так как Это сделал Общепит То есть Они долго Договаривались Договорились Для того Что МНДС Крупным сетям Общепита И МНДС Отменяют Взамен Они обеляют Зарплату Правда То как Сейчас Мое мнение Высказываю К Общепиту Она не имеет Отношения То как Законодатель Описал Это ограничение Которое Вступило С 1 января 24 года Но хочется Всех обнять И плакать Потому что Привязали Это освобождение К среднеотраслевой Заработной плате И я когда Слышу про Какие-то Среднеотраслевые Показатели К которым Надо стремиться Я все время Представляю Перед собой Собаку Которая бегает Вот так вот По кругу За своим хвостом Потому что За среднеотраслевым Показателем Убежать Ну невозможно Просто Так же Как и за хвостом Вот Поэтому Собираемся Группой товарищей И идем Мы не ищем Легких путей Нам лень Ну извините То да Сидим И Продолжаем Платить Кстати Торговый сбор В Москве По моему С 1 января 24-го года Его увеличили Если мне память Не изменяет Я по-моему Писала даже об этом МСП живи Еще раз Друзья Да Ну все-таки Мне хочется Понять МСП живи У нас же Кругом еще Везде Успешный успех Стань предпринимателем Все круто Но возвращаясь К ограничениям Возвращаясь Сколько книг Надо прочитать И сколько лет Их читать Может быть Какие-то рекомендации Тем Нет Обождите Обождите Минуточку Минуточку Сколько лет Читать Это мне Это если вы хотите Заниматься тем Чем занимаюсь я А если Предприниматель Нет Если Молодой человек Или девушка Хочет стать предпринимателем Не обязательно читать Вот это вот Все Ну чтобы вкрячиться Потом в процессе Разбираться Вот В процессе Если разбираться Я боюсь Можно Скать Ну вас нафиг С вашим предпринимательством Да Вот как Было Когда я опубликовала Список литературы Которую нужно прочитать Кстати Были люди Которые Написали Так что Если бы я Все дело Прочитала До того Как я Зарегистрировала Это все безобразие Я бы просто Не стал бы Это все дело Регистрировать Вот Многие говорят О том Что прочитать Даже это Нереально Там по-моему Всего 19 документов Причем Это не Весь уголовный Например Кодекс целиком А конкретные статьи Вот Не налоговый Кодекс целиком А некоторые статьи Гражданский кодекс Тоже весь читать Не надо Достаточно Четвертую главу Прочитать Вообще В принципе По многим документам Ссылки на которые Я давала Я там указала Прямо вот От и до Здесь от и до Хорошо я думаю В моей версии Ну вот так вот Просто один раз Хотя бы прочитать Ну это два вечера В моей версии Достаточно будет Ну может быть Там кому-то подольше Но вот эти все Успешные успехи И все остальное Это Другая грань Это вот Вот одна грань Это прочитать Весь уголовный кодекс И непонятно Что с этим делать А другая грань Не читать ничего Вообще А потом читать В новостях О том Что закрыли Одного Закрыли Другого Закрыли Третьего Вот Мне в принципе Не подходит Подход Извините За павтологию Людей Которые Рассказывают О том Что вот Приходите Ко мне Я вас За 10 дней Научу Как на Маркетплейсе Сделать 50 миллионов Которые будут У вас лежать На полете Вы будете Выкладывать В социальных Сетях Фотографию Как вы Замечательно Причем Кэшем Все сделали Кэшем Особенно Да Это из жизни Я просто Не буду называть Фамилию Этого Довольно-таки Известного Человека Посмотрите Сами Погуглите Я думаю Многим Попадается Да Это другая Вот как бы Вот крайность Из-за этой всей Истории Мне кажется Надо просто Почитать Послушать Может быть Как со врачами В некоторых Ситуациях Да Поговорить с одним Человеком Посмотреть Поговорить с другим Как выбрать банк С одним предпринимателем Поговорить С другим предпринимателем Поговорить Протестировать гипотезу Мы же предприниматели Это люди Которые Особенно В нынешнее время Когда Над нами Эти лебеди Просто толпами летают Мы делаем бизнес Вопреки То есть Вот эти все Меры поддержки Про которые Вы там В первой части Говорили Они где-то там Должны быть Где-то Вот фоном Ну да Там что-то Что-то Где-то там Горячее Или еще кто-нибудь Написал Что значит Там какой-нибудь Акселератор Или обучение Там Какой-нибудь Корпорации МСП Или там У моего бизнеса Еще что-нибудь Да Все отлично Все замечательно Но Наша задача Тестировать гипотезы Протестировал Что-то не подошло Не понравилось Там Банк не тот Там Форма бизнеса Выбыл ошибочно Значит Надо ее закрыть Открыть другую Не надо бояться Экспериментировать Не надо бояться Еще раз Тестировать гипотезы Надо двигаться Предприниматель Это движение У меня кстати Был большой вопрос Почему у вас называется Передача активный Предприниматель Потому что В моем понимании Это масло масляное То есть Нельзя быть предпринимательским Предпринимателем Это круто Вот Я вот У меня это как-то Тяжело стыкуется То есть Если я предприниматель Значит я уже Движение Значит я уже Тестирую Я уже Проверяю Я не боюсь Там В каком-то виде Деятельности Себя попробовать Пойти в другой Понятное дело Что набивать ошибки Там связанными С налоговой ответственностью Лучше не надо Поэтому Модель Своего бизнеса Лучше строить До того момента Как вы Ввязываетесь Во всю эту историю Для этого В принципе Сейчас все инструменты Есть И люди Которые Компетентны В этом тоже Их в достаточном количестве Здесь вопрос Такой Что Вот эта воронка Можно так назвать Вовлечение В предпринимательство То есть Верхний уровень воронки Когда человек Еще Ничего не прочитал А кругом Успешный успех И давай быстрее вперед Причем Есть все инструменты Чтобы очень быстро Зарегистрироваться Не разбираясь Я вот У меня Личный кейс Я сидел в деревне Онлайн Через онлайн Регистрацию налоговой Подал документы На регистрацию фирмы Через несколько минут Мне пришел В НН Все документы Что компания Зарегистрировалась С одним из банков По Зуму Идентифицировали Открыли счет В онлайне Заказал Печать Оттиск Провел пару Встреч В Зуме Подписал договор Получил деньги Вообще не выходя из деревни То есть Вовлечение Вот Само предприниматель Сейчас инструментов много А дальше Как вы говорите Возникает Куча как раз Ограничений Куча трэш И всего остального Люди это не знают Вот Здесь Как может быть Оградителя Обезопасить Когда Воронка легкая А дальше У тебя трэш Начинается Показатель Предпринимательство И ограждение Это как-то Совершенно Вещь несовместимая И Задача любого Предпринимателя Что на старте Что вот сейчас В моменте Если даже у него есть Там какой-то багаж большой Это Создать некие Инструменты С помощью которых Он может Себя Ну Где-то От Очень серьезных Рисков Себя Граничить Уйти вообще От них А для Того Чтобы снизить Какие-то другие риски Ну просто Создать некую Там Финансовую Подушку Например Потому что Многие риски Связаны просто С тем Что ты денег Потеряешь И это И это будет Очень хорошо Если потери Будут только В деньгах В современном мире Вот прямо сейчас Наши слушатели Пошли предложения С просьбой Трудоустройства А пенсионеров Принимает в команду Натальи Бывшего аудитора Большой четверки Ну у нас нет Ограничений По возрасту У нас есть Жесткий отбор У нас Ичар Анна Занимается этим Ну вот Куда писать Ну можно Мне У меня же в шапке есть Мои Личные данные Можете прямо туда писать Еще раз В шапке канала Друзья Еще раз МСП Живи Телеграм Канал Заходите И милости прошу Там всю информацию Можно найти Еще вопрос Наших слушателей Из последних законов Хотя бы В охвате Год-полтора Какой разобрать Для вас было Сложнее всего В плане Продираться Через эти дебри А какой Наталья Наталья Просто пожимает Плечами Я перевожу Такой Мы на радио Да никакой Да ну Слушайте Но Да они Все Однотипные Они там Все Устроены Одинаково И все Законы В общем И в целом Они За все хорошее Против всего Плохого А в результате Что выросло То выросло Как-то так вот Получается Удивительно Какое вызвало Удивление Скажем так Слушайте У меня очень У меня очень Интересная На самом деле Реакция Я с одной стороны Удивляюсь Практически всему Тому Что Ко мне прилетает Да С одной стороны С другой стороны Это удивление Из-за этих Поднятые брови Постоянно То есть мы думали Это дела В постоянном Удивлении Нахожусь То есть Сказать Что я удивлена Больше или меньше Я не могу Просто я Продолжаю Удивляться Это И закон Про чудесный Совершенно Единый налоговый счет И закон Про маркировку рекламы И про штрафы За маркировку рекламы Ну это чудесные законы Которые направлены На борьбу С И там Они во благо Все прекрасно Я лично наблюдала Как трое суток После этого закона Редакция Стояла на ушах Попытки Осознать Как Слушайте А я-то как Стояла на ушах Я даже Прям в телеграм-канале В режиме реального времени Писала Как я там борюсь С этими Личными кабинетами Этих операторов Рекламных данных Ой В общем Это трэш конечно Невероятный То есть Ну Вот с одной стороны Да Я постоянно удивляюсь С другой стороны Это удивление Просто у меня Не приходящее И я Я просто в этом живу Вам же по кайфу Каждый раз удивляйтесь Круто Ну да И я уже перестала Удивляться Своему удивлению Просто вот Ну живу я в этом Живу Я понимаю Ценность того Что я делаю Друзья Давайте мы продолжим Через несколько минут Наталья Горячая Руководитель консалтинговой компании Основатель Делаем бизнес вместе В гостях У Серебряного дождя Не забывайте О возможности Отправлять ваши вопросы В наш ватсап По номеру Плюс 7 903 7976333 Через пару минут Продолжим Активный предприниматель Друзья Это программа Активный предприниматель Илья Тимошин Дарья Гордеева Я напоминаю вам Про телеграм-канал Активный предприниматель Куда вы можете Предлагать гостей Сюда В эфир Серебряного дождя Темы Которые интересно Разобрать Также есть чат Можно общаться С единомышленниками Ну и конечно же Телеграм-канал У нас поживи Подчитываю Каждый день Я знаю точно Что вот в 7 утра Каждый день Выходит пост В 7, в 9, в час Иногда в 15 И ближе к 6 У меня просто напротив У меня большое здание У него в 7 зажигаются огоньки Я сижу с кофе Курю Пост И огоньки зажигаются Он все так совпадает Курить вредно Илья Я напомню Минздрав предупреждает Друзья Что курить вредно Тут мы обязаны Вам об этом напомнить Наталья Горячий Руководитель консалтинговой компании Основатель Делаем бизнес Вместе В гостях У Серебряного дождя Про квартиру и комнаты Вопрос про квартиру и комнаты Хочет вставать квартиру по комнатам Какой вид налогообложения лучше Вот такой вот вопрос Под завершением Это к вам, Наталья, вопрос Судя по всему Раз эта квартирка Наверное Это будет Небольшой доход Наверное Можно посмотреть Самозанятость Скорее всего Да И вот про удивление говорили А вообще Что драйвит в деятельности Именно Не про бизнес Если говорить А вот про то Что вы активничаете Разбираете всю эту историю Есть версия такая Что все то Что мы делаем А это делается Вопреки И на основе Каких-то там Дремучих Детских Травм И весь бизнес Собственно говоря Люди Делают Потому что Их там Не дохвалили Не доценили Там Еще что-нибудь В детстве Не важно Кто мама Папа Там Еще какие-то родственники Или учителя Вот Поэтому Если быть Там совсем честными То Нами двигают Жажда Славы Признания Признания И так далее Ну да То есть Я довольно-таки Часто Даже Сама В телеграм-канале Ну поскольку Эмоциональный фон Так скажем Слегка Пошел Там Последние Четыре Года Я довольно-таки Часто Обращаюсь К аудитории С вопросом Как они себя чувствуют Да Чем дышат Чем живут И смотря на эти комментарии Я понимаю Что Во-первых Я делаю Да То что я делаю Не зря И люди Которые Комментируют Они тоже Не зря делают То чем они Занимаются Но при этом Вот это вот Ощущение Такого Ментального Что ли Объятия Через Вот Через Возможность Коммуницировать Через Возможность Читать Через Возможность Понимать То что Ты вчера Не понимал Вот это Да Вот это Ценно И последний Вопрос Подзану Быстренько Да Минута Да Там На минуту Не получится У меня Про обесцениваю Вопрос Часто Любой Предприниматель Он Когда теряет Ценность Веру в себя Мир становится Грустным Серым И все остальное Вот Как Выходите С этих Пикет Скажем так Где Находите Силы Или Мотивацию Вот Знаете Снова В себе Ценность Для того Чтобы Двигаться Дальше Или Такого Не происходит Ну У меня Движение Вопреки И чем Хуже Тем У меня Больше Силы Внутри То есть Я знаю Как Злость Возникает Это Которая Дает Это Не то Чтобы Злость Это Какое-то Противление Что ли Не знаю Как это Словами Описать Что это Движение Илья Горячий Руководитель Консалтинговой Компании Основатель Делаем Бизнес Вместе Была в гостях У Серебряного Дождя Спасибо вам большое За этот разговор Ждем в гости Илья Тимошин Дарья Гордеева Друзья А мы с тобой Прощаемся до понедельника Пятница 23 Отмечаем Да Я с вами Не прощаюсь И напоминаю Что ближайшие Два часа Мы с вами Обсуждаем Новости Которые Так или иначе Сегодня Появлялись В медийном пространстве Продолжение следует